Экономический кризис оставил без горячей воды целый поселок в Балахне. 32 многоквартирных дома и детский сад получали горячую воду от котельной целлюлозно-картонного комбината. Но вот уже две недели, как завод стоит, начата процедура банкротства. И две недели жители страдают из-за отсутствия горячей воды. На плите стоит кастрюля, то есть вот сейчас вот она нагреется, вот в раковину, и вот так вот моешь посуду. А ребенка мыть, в тазик греешь в чайнике или опять же вот так же вот в кастрюле греешь воду, и уже после этого его моешь. Вот у нас приспособление, которое есть. Ковшик, тазик, соответственно, нагреемся и моемся. Сломалась, как назло, стиральная машина, а целый таз грязного белья. Это вот все стирается руками, приходится стирать, на газу греть. В общем, безобразие. Бедные младшие воспитатели моют каждый день воду, посуду, по 40 тарелок. Каждый день в холодной воде. Руки никакие. Мы люди, у нас у всех дети. Ну как это так? Вот сейчас вода ледяна, и как вот снег, как будто растопили его, руки даже нельзя помыть. Все возмущаемся. А мы вот люди пожилые, холодно, и в квартире холодно, и воды нету горячей. Даже вот приходится греть кастрюлечками. А как вот я, например, на валитве с палкой буду ходить, отгреть тазик, как я понесу, как я кастрюлю понесу, я упаду с ней? Этот поселок находится как бы на балансе изначально был картонного комбината. Мы сидим на одной трубе, которая проходит как для производства картона, так и для потребности переработки горячей води. Если картонному комбинату невыгодно, он просто стоит, не делает продукцию, поэтому он не получает пар. Зачем им тратить на себя, чтобы поселок? Просто они вот отключили. За комментарием мы обратились в городскую администрацию, но там сообщили, что конкурсный управляющий комбината находится в Москве, и повлиять на него непросто. На предприятии, которое является поставщиком горячей воды, введена процедура конкурсного управления. При этой процедуре конкурсный управляющий, естественно, все операции, которые происходят на предприятии, они с разрешения конкурсного управляющего. В данном случае конкурсный управляющий без учета потребностей социальных, потребностей населения принял такое решение. И вот так вот долго приходится доводить до него, используя все возможные средства, в том числе прокуратура, доводить до него эту ситуацию, чтобы он мог принять правильное решение. Как там только что сообщили местные жители, горячей воды в их домах так и нет. Котельная работать начала, но где-то на трубопроводе случилась авария, и пока ее не устранили. Продолжение следует...